Высказывания композиторов самых разных эпох от Людвига Ван Бетховена до Петра Ильича Чайковского, посвященные природе и осмыслению мироздания, честный и добрый диалог природы и человека посредством классической музыки. Из привычного моноформата фестиваль «Другой звук» перешел в новое пространство комплексной программы, состоящей из различных форматов, адресованных различным аудиториям. Проект организован фондом «Будущее время» при поддержке Министерства культуры Карачаева-Черкесии. В таком регионе, в такой красоте, в такой природе очень важно и интересно объединить музыку, которая дарит нам гармонию, дарит восторг, отдых, вдохновение, и ученых, которые могут нам рассказать о том, что мы видим вокруг, чтобы мы могли узнать, собственно, что нас окружает, как это все появилось, как живет эта природа, узнать немножечко о себе, и поэтому приглашаем специалистов еще по истории культуры, археологов, этнографов. И вот это все – фестиваль «Другой звук», когда концерты чередуются с беседами, походы со встречами с учеными. Это все такая единая фестивальная ткань. В этом году для меня таким специальным открытием стала экскурсия в специальную астрофизическую обсерваторию, которая тоже была дополнена музыкальным концертом. И вот здесь сегодня на высоте больше двух тысяч метров мы слушаем прекрасную музыку, и это удивительное сочетание. В рамках профессиональной программы кураторами фестиваля стали Аяка Танабе, Иван Агафонов. Участие приняли Мария Цуварева, Сергей Болгодарян, Анна Шабалина и другие молодые музыканты-лауреаты международных премий в Объединенном оркестре Альтерсона. Фестиваль проходит уже второй раз, и мне, как куратору музыкальных программ, очень приятно, что почти все ребята, кто участвовал в прошлый раз, очень захотели приехать в Карачаево-Черкесию снова. И почти весь состав оркестра у нас вернулся на фестиваль в этом году. Я в Карачаево-Черкесии бываю уже на протяжении, думаю, лет 13-2 раза в год, как минимум, в любой отпуск. Зимой сюда на курорт и летом тоже мы ходим в походы. Конечно, это невероятное место, невероятной красоты. Горы, ландшафты, и всегда очень приятно сюда вернуться. Знаете, здесь это открытое пространство, и масштаб, естественно, другой. Зал, какой бы он большой ни был, она коробка. И там своя история с акустикой есть, и там хорошая акустика, как с людьми, какой контакт, близкий, не близкий. Нужно стараться играть, чтобы не проигрывать этому пространству. Потому что если мелочиться, то не будет звучать что-то единое с пространством. Что значит сцена, зал? Это не просто там построены здания, или сама стена на улице, там бывает под крышей, без крыши. Это как бы процесс творчества. Это всё живой процесс. Вот мы сцену создаём сами, получается. И вместе с природой получилось сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Уже второй раз артисты с большим удовольствием приезжают на фестиваль, несмотря на то, что нет специальной сцены. Благодаря поддержке зрителей концерт прошёл на высоте, отметили артисты оркестра Альтерсона. К счастью, эта традиция замечательно продолжается. Для меня большая радость присутствовать на земле Карачаево-Черкесии, потому что здесь невероятный народ, очень нас тепло и дружно встречают. И, разумеется, для меня большая честь и радость делиться с людьми тем ремеслом, искусством, которому я посвятил большую часть своей жизни. Людей стало гораздо больше, из-за того, что, видимо, больше людей об этом узнают. А ещё мы играем в других местах. Например, в Архизе, вот здесь мы в многофункциональном комплексе играем. В прошлом году о таком мы не могли мечтать. Мало кто ездил на концерт классической музыки на Канатке. Это удалось гостям фестиваля музыки и науки «Другой звук». Поднявшись на самую высокую точку, открываются виды, которые захватывают дух. А в сочетании с музыкой происходит переворот сознания, поделились отдыхающие в Архизе. У нас не было раньше таких мероприятий, таких фестивалей. Это безумно приятно, потому что я окончила музыкальную школу. К сожалению, не пошла по этой сфере дальше развиваться. Но с возрастом понимаешь, как это здорово. Классическая музыка и что это важно, это духовное развитие. То, что делают ребята, то, что сотворила Анна Цибулева, это здорово. Ребята молодцы. Среди гор просто до слезы. Честное слово, у меня слезы, особенно в начале, когда играли Дворжика, просто переполняли эмоции. И до сих пор у меня просто какие-то мурашки по телу. Великолепно, великолепно. Здорово, что делают такие концерты. Я очень рада. Впервые в Карачаево-Черкесии выбирала специальный архиз. И именно вот из-за этого концерта. Каждый год фестиваль совершенствуется. Появляются новые локации, новые участники. В планах на будущее поднять на высоту еще больше оборудования. Построить сцену, чтобы в следующем году порадовать зрителей еще больше. Поделилась Анна Цибулева. Я родом отсюда. И в моей семье соединилась музыка и наука благодаря моим родителям. Я всегда хотела поделиться этим прекрасным симбиозом с гостями. И потом возникла идея проводить этот фестиваль именно здесь, в архизе. Потому что именно здесь соединяется и наука, и древняя культура, и потрясающая природа. И музыка дает этому всему жизнь, она это оживляет и помогает нам эмоционально прожить все это. Организовать фестиваль на горнолыжном курорте не такая простая задача. Даже потому, что здесь все-таки нет, например, пока что настоящего концертного зала, каких-то оборудованных площадок для выступления музыкантов. Но мы молодой фестиваль. Сейчас мы делаем буквально первые шаги. Но у нас уже хорошо получается. И сегодня мы организовали сцену прямо здесь, на склоне. И это уникальный опыт и для гостей, и для наших исполнителей. Впервые фестиваль «Другой звук» проходил на курорте Архиз в Карачаево-Черкесии в 2022 году. Такой неформальный стиль проведения стал главной изюминкой для привлечения большого количества туристов. Фестиваль создает уникальную атмосферу и дает возможность гостям услышать классическую музыку, в необычной обстановке горных ландшафтов. Дарья Тендит, Олег Молхожев, Вести Карачаева-Черкесия, Архиз.